Всем привет! С вами WellFix.ru. Сегодня у меня на обзоре беспроводная Bluetooth-гарнитура, которая позиционируется как убийца AirPods, а именно Meizu Pop. Эти наушники перед выходом называли потенциальным бестселлером. Пора нам проверить, действительно ли это так и стоит ли мне поменять мои AirPods на Pop. Упакованы они в такую небольшую аккуратную коробку. В комплекте, помимо зарядного кейса с наушниками, зарядный провод Type-C и комплект накладок и амбушюр. Всего по две пары, не считая установленных на самих наушниках. Силиконовые амбушюры представлены в комплекте в размерах S, M и L. При этом мне не очень понятно, на кого рассчитан размер S. Они просто крохотные. Мне кажется, даже маленьким детям они будут маловато. Еще в комплекте идет просто гигантская инструкция. И здесь китайцы приятно удивили. Во-первых, она написана на всех популярных языках в мире, в том числе на русском. Во-вторых, в ней подробно описаны характеристики и как пользоваться с наушниками. Apple нас отучил от инструкции, но все же это довольно полезная штука. Кейс наушников выполнен из пластика белого цвета. По ощущениям аналогичный материал, как у AirPods. На нижней стороне чехла находится разъем Type-C для зарядки и некоторые технические характеристики. На передней части находится логотип производителя и индикатор зарядки, состоящий из четырех светодиодов. Процент зарядки кейса и статус можно определить по индикатору. При зарядке кейса на 75-100% горят четыре светодиода, на 50-75-3, на 25-50-2. При заряде до 25% горит одно деление. При заряде кейса индикаторы будут мигать, а как только он полностью зарядится, полностью загорятся. На задней части кейса находится единственная кнопка, которая используется для подключения наушников к телефону. Зажмите ее, в настройках Bluetooth найдите наушники Meizu TW50 и синхронизируйте. Эта процедура займет одну минуту. К сожалению, при открытии чехла вы не увидите информацию о заряде кейса и наушников, как у AirPods, но нужно было на чем-то экономить. Этот чехол является также зарядкой для наушников. От него можно зарядить наушники четыре раза. Учитывая, что наушники работают от заряда три часа при полной зарядке, будет доступно 15 часов использования гаджета, что очень даже прилично. Кстати, чехол поддерживает беспроводную зарядку, что тоже является хорошим бонусом. Теперь давайте немного о характеристиках. Зарядный кейс. Емкость аккумулятора 700 мАч. Вес всего 48 грамм. Время зарядки как от беспроводного источника, так и от кабеля Type-C 2,5 часа. Наушники. Емкость аккумулятора 85 мАч. Вес каждого наушника по 5,8 грамм. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. И, кстати, в наушниках есть защита от влаги по технологии IPX5. То есть, если попадете под сильный дождь, с ними ничего не должно произойти. Но это, я думаю, мы должны проверить. И сделаем это чуть позже. Теперь, пожалуй, выскажу свое мнение о Meizu Pop и сравню их с AirPods. Первое. Meizu Pop имеет конструкцию затычек. Считаю это большим плюсом, потому что вкладыши подходят не всем. А с помощью амбушюр можно подобрать себе необходимый размер. Исходя из конструкции, переходим к шумоизоляции. По идее, шумоизоляция должна быть намного лучше, чем у AirPods. Но, честно говоря, послушав их, огромной разницы я не увидел. Да, они подавляют шум несколько лучше, но при поездке в метро также необходимо значительно увеличивать громкость. Далее. Батарея. Это огонь. 15 часов работы от одного заряда вполне достойно. У AirPods примерно такие же показатели. Возможность использования одного наушника как гарнитуру. У Meizu есть главный правый наушник. Только им вы можете пользоваться отдельно. У AirPods с этим проще. Какой захотел, такой одел. Если вы привыкли носить гарнитуру, в левом ухе придется переучиваться. Управление. Вот здесь большой плюс. Пользу Pop. Если вы смотрели наш обзор на AirPods, он, кстати, появится здесь, то я там рассказывал, что управление настраивается с ограничениями. А здесь все необходимые действия можно осуществить с помощью одного, двух или трех тапов, а также удержания. Все функции мы вам распишем в этой табличке. Зарядный чехол. Он прилично толще и шире AirPods. Имеет точно такие же магниты для удобного закрытия чехла путем примагничивания. А также магниты на наушниках, которые всасываются в него. Но за счет размера он, мне кажется, хлюпким. На мой взгляд, очень может просто сломаться. Звук. Опять же-таки, это очень субъективный параметр. Но меня звук ничем не впечатлил. Самые обычные наушники. Не лучше, не хуже, чем Apple. Ииии... цена. Наверное, один из самых важных факторов. Она практически в два раза ниже AirPods. И это круто. За такие деньги еще недавно продавали низкокачественные аналоги Apple. И последний фактор, про который я уже немного говорил. Водонепроницаемость по технологии IPX5. Но это мы сейчас должны проверить. Друзья, должен заметить, что мы решили погрузить наушники в воду целиком. И после этого проверить их работоспособность. Ни в коем случае не повторять этот опыт. Они для этого не предназначены. А мы это делаем исключительно ради эксперимента. Ну что, друзья, начнем проведение эксперимента. Эту вазу вы уже видели. В ней мы топили в свое время наушники Meizu EP52. Ссылочка, кстати, оставим здесь, если хотите еще раз посмотреть. А теперь попробуем потопить Meizu Pop. И проверим, будут ли они работать. Включаем музыку. Музыка играет. Я надеюсь, что вы слышите. Кстати, еще одно отличие от AirPods в том, что если ты вытаскиваешь наушник, то он все равно продолжает играть. Ну что, давайте топить. Ставим максимальную громкость. Слышно? И топим. Посмотрим, будут ли они потом работать. Друзья, музыка играет. А теперь перестала играть. Друзья, опыт не удался. Они сразу перестали играть. И теперь не... Нет, друзья, они стали заново играть. Просто не поверите. Послушайте. Друзья, вот мы и провели опыт. Не стоит его повторять. И ни в коем случае не опускайте свои наушники в воду. Потому что, скорее всего, они в итоге работать не будут. Но если вы попадете под сильный дождь, я уверен, что с ними ничего не будет. Друзья, если вы досмотрели этот обзор до конца, то я думаю, он вам был интересен. Поэтому я прошу вас поддержать канал EvalFix. Просто поставьте лайк под этим видео. А для того, чтобы не пропустить следующие обзоры, подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик. Кстати, ссылку на Meizu Pop и другие наушники я оставлю, как обычно, в описании. Хорошего дня и всем пиз. Прошло 5 минут, наушники высохли. Но все равно не работали. Я засунул их в зарядный чехол, достал заново. И сейчас они работают как новые. Абсолютно точно так же. И звук точно такой же. Достаточно громкий. Послушайте. Поэтому все-таки они испытания, считаю, выдержали.